Без серьезных коммунальных инцидентов Без серьезных коммунальных инцидентов В 25 миллионов рублей обойдется обслуживание ливневок в этом году Такую заявку опубликовала городская дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Финансироваться работы будут из бюджета Ростова По документам речь идет о промывке трубопроводов, разборке асфальта и щебеночного покрытия, установке колодцев, демонтаже старых чугунных люков и установке новых Какое предприятие возьмет на себя эти работы, выяснится после электронного аукциона, который состоится 20 января В два раза увеличат поддержку виноградарства донские власти В новом году на эту сферу выделят до 40 миллионов рублей Об этом рассказала замминистра сельского хозяйства области Ольга Горбанева Деньги на возрождение виноградарства на Дону выделяются из областного и федерального бюджетов Эту миссию чиновники планируют осуществить за 8 лет В Новороссийск теперь можно уехать ласточкой, электричка курсирует из Ростова с начала января Время в пути составит 5 часов 40 минут в прямом направлении и на полчаса больше в обратном Как говорят в СКЖД, из Донской столицы поезд отправится в 7.02 из Новороссийска в 15.45 Маршрут создан на основе уже существующего Ростов-Краснодар В таком режиме ласточка будет ходить до конца апреля Больше полутысячи пешеходов оштрафовали на Дону за праздники Теперь им предстоит заплатить по 500 рублей В региональном управлении ГИБДД подвели промежуточные итоги профилактической акции «Безопасная зимняя дорога» Рейд продлится до 19 января Примечательно, что автомобилисты нарушали правила на зебре в два раза реже Не пропустили пешеходов 264 водителя Правда, водителям нарушение обойдется в три раза дороже Почти 20 тысяч случаев гриппа и ОРВИ выявлено в Ростовской области Это ниже эпидпорога на треть, сообщает Пресс-служба правительства региона В Ростове при этом зарегистрировано почти 8 тысяч случаев заболеваний Сразу две строчки потеряла Ростовская область в экологическом рейтинге регионов Его составили аналитики общественной организации «Зеленый патруль» На место региона в списке влияют природоохранные, промышленно-экологические и социально-экологические индексы Лидером рейтинга стала Тамбовская область Год экологии в Ростове начнется с охранения ботанического сада, сообщает 161.ру В целом на 2017 год Донское правительство планирует множество мероприятий по решению экологических проблем региона В сфере охраны атмосферного воздуха, охраны водных объектов В области снижения негативного воздействия на окружающую среду, отходов производства и потребления Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова